Всем привет, с вами AcreCube, и я немного приболел, поэтому please поставьте лайк, чтобы я выздоровел. Но сегодня я вам расскажу про новые утечки, и они достаточно интересные, такие как новый босс, дальше новые блоки и новый аудиофайл, вау, очень-очень интересно. Давайте без лишних слов прямо сейчас перейдём, и я вам расскажу, что я думаю насчёт них. Я знаю то, что вам утечки очень-очень сильно нравятся, и первое это у нас вот этот вот босс. Мне очень интересно, для чего он будет. Я думаю то, что он будет пустынный, как можно заметить, вот такие вот рога. Мне интересно, почему и зачем. Реально, зачем? Мне кажется то, что это будет либо новый босс, либо новый NPC, потому что он не выглядит так опасно. Может быть, кстати говоря, это будет лучник? Ну подумайте сами, у нас же в пустыне получаются эти скорпионы рубиновые, с помощью которых мы делаем вамп луки, и логично будет то, что у него будет лук. Я над этим ещё немного размышляю, и напишите в комментариях, что вы считаете насчёт этого босса. Лично я вообще не понимаю, зачем разработчики сделали его. Следующее, это у нас угол лестниц. Да, Роблокс Скайблок всё больше и больше походит на Майнкрафт. По факту, как мы его будем ставить? То есть, если вдруг у нас лестница одна идёт так, а другая так, то они будут ставиться вместе? А, мне кажется, что это как в Роблокс Скайблоксе, если мы возьмём две двери, давайте сейчас напишем сюда Pine, Pine Door, и если мы поставим две двери рядом, то они будут образовать такую красивую дверь. Если вы не знали, что так можно сделать, так, оказывается, можно делать. И если они сделают что-то автоматически детектив лестницы, то это было бы прикольно, потому что мне не нравятся такие резкие углы, и то, что мне надо полублоками, либо же полными блоками заполнять их. Следующее, это у нас вот такая вот антенна. Я не знаю, зачем нам нужна будет эта антенна. Может быть, мы будем делать какие-то электрические сигналы. Мы каким-то образом не будем использовать провода для этого. Или это будет старый вариант подключения. Второй вариант, это просто вот такие вот отдельные сервера для каждого игрока, и затем его просто подключают к рандомному лобби. Но я не уверен, зачем разработчики сделали именно так. Ну, я понимаю то, что чтобы увеличить производительность, но почему нельзя выбрать, в какое лобби ты хочешь идти, в менее нагружабельное и в нормальное лобби. Потому что я не хочу так ходить, и у меня нормальный компьютер. Почему я должен страдать? Да, и что-то в таком роде, типа. Если они сделают что-то подобное, то это было бы очень круто. Либо же они выведут функцию Published Islands, каждый сможет её использовать, ну или хотя бы VIP-игроки. Это было бы тоже прикольно. Давайте посмотрим последнее. Именно это у нас будет аудиофайл. Послушаем его. Да, вы его слышали. Такой, как будто... Не знаю. Но здесь написано Audio Builder Game Item Special 1. Ха, возможно добавят какую-то новую мини-игру. Ммм, возможно, возможно. Может быть у нас будет какой-то хант, мэн хант, как дрим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я не знаю, я не знаю, если честно, что со мной. Если вдруг эти утечки были полезными, Напишите в комментариях, что они были полезными. Поставьте лайк. Также напишите в комментариях ваше мнение, для чего, что будет. Потому что я, если честно, вообще не понимаю, зачем. Зачем разработчики это делают? Зачем? Зачем разработчики? Зачем? И да, новое обново прикольное, что-то вроде этого.